В Туле сегодня заседание рабочей группы по подготовке к мартовскому госсовету. Он будет посвящен поддержке малого и среднего бизнеса. Среди инициатив, которые планируют обсудить налоговые каникулы для бизнеса, расширение доступа к госзакупкам, внедрение инструмента общественных гарантий, которые могли бы заменить часть финансовых обязательств, предоставляемых для конкурсных процедур. Не исключено, что Путина вновь попросят отложить торговые сборы до 2018 года. На месте работает наш корреспондент Александра Каневская. Саш, приветствую тебя. Я знаю, тебе удалось еще до начала заседания поговорить с некоторыми его участниками. Что они рассказывали о мерах поддержки? Здравствуй, Арина. Да, удалось не только поговорить с участниками заседания, но и ознакомиться с материалами, которые сегодня здесь будут представлены. Вот такой вот внушительный документ, 161 страница предложений, которые сегодня здесь будут обсуждать. Ну и многие из них поступили от регионов, в том числе от субъектов как дальневосточного, так и сибирского федерального округа. И буквально позавчера в Тюмени проходил инвестиционный форум, где и обсуждались, в том числе и идеи, которые будут представлены сегодня здесь, в Туле. Одна из них, губернатор Тюменской области, предложил сократить число проверок. И, по его словам, это сделать можно только сократив число надзорных органов. И давайте послушаем, как на это предложение отреагировал генеральный директор агентства стратегических инициатив Андрей Никитин. Собственно, ОСИ курирует сегодняшнюю встречу. Давайте послушаем. Нам нужно очень серьезно регламентировать процесс проверок. Сделать так, чтобы начинать бизнес, заниматься бизнесом было несложно и не страшно, что самое главное, чтобы у людей появилась вот эта культура риска, культура предпринимательства. Точнее, она всегда была в России, просто она должна возродиться на самом деле. И, конечно, проверки, четкие правила, то это об этом вообще президент говорил в послании. Это то, что мы должны сделать. Да, и, собственно, улучшение делового климата и сокращение числа проверок – это те меры, которые можно делать без доп. затрат бюджета в кризис. Об этом говорил, опять же, на Тюменском форуме спикер Госдумы Сергей Нарышкин. И здесь, сегодня, в Туле, будут обсуждаться в том числе и не только финансовые меры, но и улучшение делового климата. Спасибо, Саша. Это был наш корреспондент Александр Каневская. Заседание рабочей группы по подготовке к Госсовету.